В Люберцах завершилась защита проектов на соискании губернаторской премии «Наша Подмосковья-2017». Для удобства жителей она прошла в нескольких поселениях городского округа. На точках, где участники конкурса презентовали свои проекты, работала и наша съёмочная группа. Учитывая, что городской округ в этом году является лидером по количеству поданных заявок на соискание премии «Наша Подмосковья», работа экспертной комиссии не останавливалась ни на минуту. В течение четырёх дней с 10 утра до 6 вечера члены жюри знакомились с проектами люберчан. Выступление каждого участника проходило по регламенту – не более трёх минут. За это время соискатель рассказывает о своём поприще и отвечает на вопросы экспертов. Каждая работа оценивалась по нескольким критериям. Самый главный из них – социальная значимость проекта. Больше всего проектов пришло по тематике «Активная Подмосковья». Это непростая тема, это тема действительно для неравнодушных людей. И мне очень приятно, что именно в Люберцах мы увидели такую активность, в том числе и молодого населения. Проекты люберчан разнообразны, и каждый по-своему полезен обществу. К примеру, Екатерина Дегтярёва является неким связывающим звеном между журналистами и представителями различных национальных объединений. Её проект более чем актуален для столичного региона, ведь известно, что в Подмосковье проживает более 140 этносов. И очень важно сохранить между ними добрые взаимоотношения. По мнению генерального директора Люберецкого телевидения, добиться этого можно с помощью средств массовой информации. «Проект стартовал в 2014 году, и на протяжении трёх лет мы регулярно делаем какие-то видеопродукты. В год это примерно около 130-150 видеоматериалов, посвящённых именно межнациональным отношениям. Регулярно работаем с детьми дошкольного и школьного возраста по съёмкам социальных, патриотических, интернациональных роликов». Тема патриотизма, кстати, активно представлена во многих проектах жителей городского округа. «Дед, я тебя помню, яркий тому пример. 25-метровое знамя с именами героев Великой Отечественной войны не имеет аналогов во всём мире». Уникальность этого проекта, в котором задействовано более 30 тысяч человек, уже оценило экспертное сообщество губернаторской премии. «Этот проект, он безумно значим. Он является отличным примером настоящего социально значимого проекта, опыт которого можно транслировать и на другие районы Московской области, и на региональный уровень, и на федеральный уровень». «Милосердие и добродушие» – ещё одна категория значимых люберецких проектов. Жительница Малаховки Валентина Коровина оказывает помощь бездомным животным. Женщина занимается этим благим делом на протяжении всей жизни. В этом году совместно с единомышленниками решила подать заявку на соискание премии. В случае победы деньги потратит на лечение и содержание кошек и собак, которых она взяла к себе на попечение. «Три кота и кошечка. Кошечку вообще бросили, можно сказать, слепую. Их бросили троих. Но двоих мы пристроили, а одна вот никак не забрала себе. Их просто бросают. Вот недавно выбросили в мешке пятерых щенков в помойку. Развязали. Там их пятеро. Двоих забрали. А троих забрали волонтёры». Очередной этап премии «Наши Подмосковья» завершился в городском округе Люберцы. Теперь соискателям остаётся терпеливо ждать ноября. Именно тогда состоится торжественное награждение победителей. Если кто-то из участников не успел презентовать проект в своём муниципалитете, он может это сделать в Красногорске, специально отведённый для этого Единый день защиты. Дата его проведения пока неизвестна. Позже она будет объявлена в средствах массовой информации. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Субтитры подогнал «Симон»!